Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok В 2010 году В ноябре 2012 года Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я взял ответственность за вашего ребенка. Он вообще на связь не уходит. Его нет, я не знаю, чего. Они его не зовут к трубке. Берет какой-то дежурный там в штабе. И ничего он не знает. Похородку как получили? По ватсапу. Свою долю в распиле военного бюджета получил и повар Путина Пригожин. При этом часть денег его обязали потратить на разные специфические услуги для Кремля и ГРУ. Так, уже в 2013 году Пригожин наладил работу фабрики троллей в Петербурге. Тролли загадили российский интернет платными комментариями и постами в пользу путинского режима. Вскрылось это в 2015 году, когда сотрудницу фабрики троллей Людмилу Савчук уволили с работы, не заплатив оклад 41 тысячу рублей. Обиженная сотрудница устроила скандал и подала в суд. Когда человек-сотрудник фабрики троллей приходит на рабочую смену, ему дается техническое задание. Оно приходит либо в письменной форме, либо выдается ему устно. Мне, например, удалось увидеть, как ведется работа против Немцова в тот день, когда его убили. Как буквально онлайн в режиме реального времени производится ложь. Я видела, как идет разжигание ненависти к определенным людям, к оппозиции, российской оппозиции в целом, ненависти к другим странам. Понятно, мы знаем список этих стран. Это, прежде всего, Украина, США и Евросоюз. Все это выглядит как пластилин. Это общественное мнение, которое они пытаются формировать. Помимо фабрики троллей, Пригожин занялся также наемниками. В 2014 году, во время войны на Донбассе, появилась ЧВК Вагнера, которая потом поехала в Сирию, Мали, Центрально-Африканскую республику и везде, где можно срубить бабла на крови. В Африке, везде, куда заходили Пригожин и ГРУ, схема была стандартной. Предложить услуги охраны какому-нибудь местному царьку. И под этим соусом влезть в нелегальный золотой или алмазный бизнес с целью грабежа местных природных ресурсов. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Освоение миллиардов бюджетных денег сделало Пригожина очень богатым человеком. На камеру он любил почесать языком про справедливость, про детей олигархов и коррупционеров. У Шойгу зять ходит, булками трясет, ну имеется в виду ягодицами, да? А дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? Да и боеприпасы, блядь, потратит. Я сижу, курю на балконе. Я купила себе хуительные сережки. Вот. Сижу, курю. У меня слишком впадло. Но вот. Вот кухня. Вот она. Вот такая вот кухня. Вот. У меня вид пиздоты из окна. Сейчас покажу. И стол. Вот это вообще. Это да ты шоу. Вот вид. Я вроде счастлива, что я тут со всеми знакомлюсь, трахаюсь. Я вот думаю, шлюха я или не шлюха? Я вообще, а нахуя мне быть шлюхой? А нравится ли мне это или не нравится? Я постоянно в этих мыслях. Ну да. В далекое советское время Пригожин отсидел 10 лет за гоп-стоп и квартирные кражи. В 2022 году пропутинское издание «Дни.ру» опубликовало интервью с его сокамерником. Интервью, видимо, должно было создать Пригожину благоприятный имидж. Оказывается, на зоне он и занимался спортом, ходил в качалку и боролся за справедливость с начальством, отстаивая интересы зэков. Но при этом как-то вскользь упоминается, что в лагере Пригожин был бригадиром, то есть козлом. Козлы, они же активисты, они же положительно настроенные осужденные. Козлы – это такая каста заключенных, которые живут тем, что сотрудничают с администрацией. Ничьи интересы они не защищают. Наоборот, продают всех и вся, выслуживаясь перед начальством и выполняя любые его прихоти. Козлами считаются бригадиры, завхозы, хлеборезы, члены СДП, секция дисциплины и правопорядка. Козлы – одна из наиболее презираемых каст в лагерной иерархии. Михаил Орский – московский криминальный авторитет 90-х годов о касте козлов. Нет такой постановы, что все, кто вступают в актив, вот они вступают туда для того, чтобы вот конкретно там угнетать, ломать людей, делать всякие гадости и подлости. Очень многие, ну во всяком случае в раннее время, в мои времена, в наши времена, вступали туда с формулировкой «Да я без несчастья, я никого не трону, я не буду никакой гадости делать, но вот для того, чтобы раньше освободиться, вернуться к семье, я же не преступник, я же от сахи на время, то есть вредить никому не буду, просто вот для фортецела надену повязку, чтобы скорее выскочить». Но видите ли, в чем дело? Не получится так. Вы понимаете, вы же знаете, мы даже сейчас там постоянно какие-нибудь там отчаянные менты такие, эти правдорубы, вдруг там делают какие-то заявления о том, что их достала палочная система, что их заставляют, их заставляют раскрыть там энное количество преступления. Ну это то же самое, что пойти в ментовку и сказать «Я буду хорошим ментом». Да, значит, и у них то же самое, он вот, например, пришел с такими мыслями в козий коллектив, а вокруг-то козы не дураки, если вы думаете, что козы это такие бывшие там токари-пекари-пролетарии, которые вот вступили на путь исправления, да нет, там такие твари продуманные, там такие, блин, животные, которые тебя насквозь видят, и они быстренько эту канитель выкупают, и у них постанова какая, чистенький не хочешь остаться, гернаны, не получится, ну-ка, так, стоп-стоп, вот поймали нарушителя, стоп, вот давай-ка ты напиши докладную, вот давай лично ты напиши докладную. Да, и то есть им очень трудно в этом плане не замараться, хотя, наверное, такие случаи были. По сути дела, когда Пригожин пристроился на госзаказ в 2012 году и стал выполнять грязную работу для Путина и ГРУ, он вернулся к привычной роли козла-активиста на путинской зоне. Он непосредственно связан через цепочки людей, в частности, через информатора новой газеты, с теми людьми, которые совершали нападение. В частности, что, конечно, повторюсь, задевает каждого сотрудника ФБК, тот самый человек, который несколько месяцев назад напал на мужа Любови Соболь. Вот он шел, около подъезда к нему подошел какой-то человек со словами ничего личного, воткнул ему в бедро шприц, после чего Сергей Мохов потерял сознание, очнулся в больнице. Ну-то я помню, что такая ситуация была у всех абсолютно шоковая. Что им там вкололи? Какой-то, я не знаю, яд, токсин. Это же просто кому в голову, понимаете, прийти. Давайте испугаем, вот воткнув шприц в ногу. Ну, действительно испугали, потому что дико звучит. Мы с самого начала заявили о том, что мы считаем, что причастность Пригожина к этому, это приоритет. Версия номер один должна быть расследована, потому что Соболь прямо накануне выпустила расследование по картелям, который делал Пригожин, нападавшего. Они его идентифицировали и узнали по имени. Через некоторое время после этого нападения он был убит абсолютно вот в жанре таких фильмов, когда, знаете, какого-то киллера, а потом убивает вышестоящий киллер, чтобы все концы пропали, раз уж ты засветился на камере наружного наблюдения. Раньше мы догадывались, а теперь мы знаем, кто это делает, кто придут. Сидят какие-то люди, путинские приближенные, и придумывают какие-то вещи. Так, она, значит, выпустила про нас расследование. Ну, конечно, грохнуть мы не можем, а давайте, чтобы она не выпендривалась. Вот возьмем шприц с какой-то жидкостью, ну, с каким-то ядом, да, и воткнем ее мужу в ногу. Это дикость, понимаете? Они сидят и планируют такие вещи. Ну, не знаю, может, они хотели убить его, может, просто не рассчитали эту дозу яда. В статье «Новой газеты» там вообще написано, как они увлекаются какими-то ядами и отравлениями. То есть это дикие, опасные извращенцы и убийцы, те люди, которые сидят во главе сейчас России. Звездный час и пик карьеры старого козла-активиста наступил в 2022 году на войне с Украиной. Хозяину срочно понадобились солдаты. И тут-то повар предложил диктатору идею, где найти пушечное мясо. Быстро и незадорого. На зонах. Вербовкой зэков Пригожин занялся лично. Он хорошо знал эту среду и умел с ней общаться. Так повар стал важной фигурой в русско-украинской войне, а потом и во всей внутренней политике России. В январе 2023 года английская газета Financial Times сравнила Пригожина с Распутиным. Что имелось в виду, понятно. Проходимец при дворе, который пролез к царю и вмешивался в государственные дела в разгар тяжелой войны. Пригожин в ответ разразился тирадой, что он пускает кровь врагам Родины и вообще типа воин. На самом деле сравнение с Распутиным и правда неуместно. Распутин был против войны. Он не ходил с нашивкой «Наш бизнес – смерть» и «Бизнес идет хорошо». Нутром старец Григорий чуял, что большую войну царская Россия не переживет. Он даже уговорил царя остановить брусиловский прорыв на Западной Украине в 1916 году, поскольку русская армия понесла чудовищные потери – до 900 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом противник потерял еще больше. Это была крупнейшая бойня Первой мировой войны. Прорыв на 120 километров стоил 2,5 миллиона потерь с обеих сторон. Царица и Распутин, люди верующие, были просто шокированы таким ходом войны. Брусилов и генералы сидели в штабах, а крестьянская Россия засыпала Западную Украину своими трупами. В конце концов царь приказал остановить наступление, удовлетворившись достигнутым. Однако все это совсем не случай Пригожина. Бойня тут никого не пугала. И наоборот, чем больше трупов, тем лучше. Чисто коммерчески. Зимой 2022-2023 годов русский язык обогатился термином «мясные штурмы». Родился он в боях за Бахмут, где пригожинская ЧВК каждый день гнала зэков на штурм позиций ВСУ в условиях снарядного голода. На этом участке фронта потери ЧВК «Вагнер» убитыми и ранеными составили до 40 тысяч человек. Пригожин периодически устраивал истерики на камеру на фоне гор трупов, требуя дать ему артиллерию. «Шойгу! Герасимов! Где *** мои припасы?» В Бахмуте его давнее коррупционное партнерство с «Шойгу» ушло в прошлое. Два путинских прикорытника отныне стали непримиримыми врагами. Тем не менее, Пригожин продолжал гнать своих солдат на убой. Нежелающих идти, ждал расстрел и казнь кувалдой. Бахмуте колоссальная интенсивность. Штурм они начинают в 6 утра и заканчиваются с ним вечером. То есть 13 часов они беспрерывно кидают людей, технику. И у нас идет бой 13 часов. Вот у них разведка боем постоянно. То есть у них просто идут люди, которые просто идут, стреляют. Начинают стрелять в ответ, их там начинают накрывать артой, артиллерией. По ним начинают работать влогами, агрессорами. То есть всем, что есть по ним начинают работать. Ну его убивают, ну вот они там вычислили одни бояточки. Им как бы настолько вот все равно. Молодых пацанов очень много. Ну реально очень много молодых пацанов там от 20 до 30 лет. Они просто лежат. То есть целое поколение просто лежит. У нас, допустим, какая-нибудь выгодная высота. И у них просто, я так понимаю, приказ. Просто штурмовать ее любой ценой, взять ее любой ценой. Независимо от потерь, независимо от того, сколько человеческого ресурса они потратят. Просто штурмуйте и все. И все, они идут, не выполняют приказ. На этом фото Евгений Нужин, бывший зэк и наемник ЧВК Вагнера. Ему удалось сдаться в плен. В плену он рассказал о зверском отношении к зэкам в ЧВК Вагнера. Что-то сделаешь не так — обнуляют. 11 ноября 2022 года Нужин был обменен Украиной на своих пленных. На следующий день, 12 ноября, в Телеграме появилось видео казни Нужина Кувалды с комментариями от ЧВК Вагнера в духе «Молот возмездия» и тому подобное. Орудие садистской казни Пригожин сделал своим рекламным брендом. Кувалда стала символом глубочайшей деградации России как государства, которая произошла при Путине и его чекистском режиме. Ну а когда Пригожин сам стал жертвой расправы без суда и следствия, Кувалду вместе с цветами принесли к зданию Вагнер-центра в Петербурге. Круг замкнулся. Самый буйный клоун в тувинском цирке был съеден с ворой своих подельников. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. А вот что делать в стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Субтитры создавал DimaTorzok